Дорогие зрители, приветствуем вас на нашем канале. 2022 год начинается крайне нестабильно. Каждый день мы вещаем вам о событиях, которые происходят в стране. Поделитесь своим мнением в комментариях по этому поводу, поставьте лайк, поддержите и подпишитесь на канал. В театре назвали актера любимым учителем, чье имя пообещали в будущем не запятнать. О причине смерти артиста и дате прощания с ним информации пока нет. В феврале он отметил свое 99-летие. Легенда был уроженцем Киева. Во время войны он получил тяжелое ранение, а после лечения отправился в Алма-Ату, где жила его мать. В этом же городе стал развивать свою актерскую карьеру, хоть и не имел соответствующего образования. Актер успел поработать в хоре местного театра оперы и балета, в детском театре в Тюзе. Впервые в кино он снялся в середине 1940-х годов, но наиболее активно стал сниматься с 1956 года. Померанцев исполнял роли в киноэпопее «Освобождение». Немало ролей воплотил артист на театральной сцене. Кроме того, он пробовал себя в качестве режиссера постановок, а также театрального педагога в драматической студии. В Казахской ССР Померанцев стал сначала заслуженным артистом, а затем и народным. В 2018 году он получил государственную награду РФ «Орден дружбы». Связь с родным театром он не терял практически до последних дней своей жизни. Регулярно проводил в нем мероприятия, на которых делился с молодым поколением актеров своим опытом. Ушел из жизни Юрий Померанцев, сообщает Национальный русский театр драмы имени М. Ю. Лермонтова в Алматы, в котором актер прослужил несколько десятилетий. Спасибо за просмотр. Поделитесь своим